Цены на продовольственные товары в Твери за последнюю неделю выросли на 5-10%. Такие выводы сделали волонтеры организации «Народный контроль». Вторую неделю подряд активисты мониторят цены в сетевых магазинах города. В первую очередь они обращают внимание на товары, пользующиеся наибольшим спросом в период пандемии коронавируса. На массовое повышение цен жалуются и рядовые покупатели. Вслед за лимоном, имбирем и чесноком подорожала гречка, картофель и многое другое. Недавно президент России Владимир Путин призвал взять под контроль рост цен, что особенно актуально в условиях пандемии COVID-19. Необходимо полностью исключить любые попытки ограничить товарные потоки между регионами. У нас уже было такое в недалёком прошлом. Хочу подчеркнуть, наша страна — это одна большая семья. Но и здесь, как говорится, в семье не без урода. Поэтому прошу жёстко пресекать любые факты спекуляции. Монопольного взвинчивания цен. То есть, согласно поручению президента, сейчас над сдерживанием роста цен должны активно работать уполномоченные службы. А на практике, как мы видим, этим больше занимается народный контроль. Вторую неделю подряд наш телеканал вместе с активистами организации следит за ценами в основных точках торговли — продовольственными товарами Твери. Напомним, на прошлой неделе мы посетили три крупных супермаркета в Заволжском районе. Рейд показал, что магазины в разы взвинтили цены на такие продукты, как лимон, имбирь и чеснок. Именно они в период пандемии коронавируса пользуются наибольшим спросом. Горожане покупают их, дабы использовать в качестве профилактических средств. Стоит 1690, который буквально пару недель назад я покупал в магазине по 700 рублей килограмм. Это в два с половиной раза за неделю повысился продукт. Как показал мониторинг цен на этой неделе, ситуация не только не улучшилась, но стала еще хуже. По данным активистов организации «Народный контроль», цены на продовольственные товары в Твери за последнюю неделю выросли на 5-10% и продолжают расти, особенно на гречку и картофель. Причем магазины действуют осторожно. За один килограмм накидывают порядка полутора рублей. Ценник вроде бы тот же, но покупая 5-10 килограммов картошки, денег приходится отдавать значительно больше. И это не единственный прием из арсенала наживающихся на гражданах магазинов. К примеру, дабы не пугать покупателя ценой за лимоны в 400 рублей, на ценнике указывается куда более приглядная сумма в 38. Однако мелким шрифтом существуют уточнения. За 100 грамм. На выходе получаем 380 рублей за килограмм. Деньги для многих жителей Твери баснословные. А если за лимонами придет слабовидящий пожилой человек, который, скорее всего, даже не заметит мелкий шрифт? Впрочем, лимоны, картофель и другие продукты — это полбеды. Горожане констатируют, что цены взлетели сразу и на все. На все, на рубль, на два все дороже стало. А то и больше. На местные, даже и на моющие. Ну, на все буквально. На лимон, имбирь, обратите внимание. Я на их и смотреть не хочу. Там такие цены, что невозможно вообще их купить. При этом Федеральная антимонопольная служба в ответ на официальный запрос нашему телеканалу пояснила, что она только еще собирается провести проверки по информации о росте цен. А пока специалисты ведомства проводят, цитата, «ежедневный мониторинг и контроль за ценами на социально значимые товары и продукты питания». И несмотря на все обращения граждан и волонтеров-активистов, ФАС не завела ни одного дела. И намерена вмешиваться лишь в том случае, если, цитата, «повышение цены является следствием злоупотребления доминирующим положением на соответствующем рынке или следствием реализации антиконкурентного соглашения между участниками рынка». Российский рынок имбиря, чеснока и лимонов в значительной степени, по экспертным оценкам, около 90% зависит от импортных поставок. Изменение цен на этих рынках может быть связано снижением предложений поставщиков. В настоящее время объемы поставок начинают восстанавливаться, что приведет к стабилизации цен на указанные товары. Однако экономисты считают, что до стабилизации цен еще далеко. Эксперты уверены, из-за ситуации с коронавирусом и падением курса рубля, Россия ждет резкое повышение закупочных цен на 5-20% в зависимости от категории товара. В частности, об этом пишет портал Лента.ру. На 20% вырастут цены на консервированную продукцию — кофе, чай и какао. Эти товары в основном привозны, и рост связан с курсом доллара. В этом материале также приводится информация о том, что повышение цен на многие продукты уже одобрили в Федеральной антимонопольной службе. То есть ведомство согласилось с обоснованностью таких желаний поставщиков. Остается задаться вопросом, будет ли спрос на подорожавшую продукцию, и будет ли соответствующий контроль, согласно указу президента, относительно размеров роста цен.